друзья меня зовут сергей лихий и были вы когда-нибудь в бельгии если нет то я вам сегодня покажу немножко бельгию я с утра приехал всю ночь ехал до бельгии и теперь знаете лень снимать но все-таки я вам покажу друзья и вот я сейчас нахожусь в брусселе есть брюссель обойду эти какие-то штуки круглые верма не то что такие когда-то продавались автоматы такие были я вам не весь бруссель покажу потому что я на самом деле иду на автобус 3 9 железом оббита немножечко заехал в какой-то город маленький купил себе водички 0 33 цена стояла 23 цента на кассе он не говорит 1 декабря что надо округлять типа мол дай не 23 как написано на ценнике на воду отдай мне именно 25 тут у куты коп это продается коп так что можно купить видите домик поехали дальше маленькие сказочные домики когда въезжаешь именно в голландию или вот вот такую бельгию похожие на голландию думаю что наверно все эти сказки и иллюстрации для книг они именно срисовывались этих домиков место видите красиво как видите здесь какое покрытие дорожное кирпичиками маленькими это так спокойно все знаете непринужденно я извиняюсь что я тут на машине еду и снимаю не останавливаюсь вот потому что мне нету времени неоднократно писали в комментариях у него постоянно нет времени но и логику ящик что вы интересны вот я и снимать если честно не собирался но так красиво думаю надо показать потому что даже те кто были в бельгии тоже не всегда помнят как оно было и хотелось бы еще раз увидеть посмотрите уже 3 или 4 дом продавался справа остановка автобусного музыка голландская часть бельгии до или как там фламандская не называется параса вылетел из головы смотрите вон такие остановки тоже есть люди ждут люди хорошие эти тут только подъемщик автораса 5 спуск смотрите опять продается дом вы видели слева там было ты коп как вы видите можно купить домик эти вам красиво да сказочно это что-то обмотали на зиму что ли вот сам факт что дома продаются есть и свободный можно приехать сюда жить да и бизнесом я думаю тут можно заниматься особенно в европе сюда есть и работа если кто хочет работать это почти что я уже брусселя смотрите фотоаппарат вот это видите фоткает непонятно на что на скорость наверно а видео там написано тэхур тэхур это означает в аренду сдается тэхур но они вроде говорят не тэхур а говорят гур вместо х произносит как гэ это что настоящее увидели тыква была не это настоящая была или нет и теперь я немножечко прогуляюсь и немножечко сниму вам бруссель вы были когда-нибудь в брусселе что у меня первое бросается в глаза в брусселе это то что здесь немножечко чуть-чуть по-другому чем вообще в другой европе вон видите вот эти вот зеленые столбики вот их я нигде не видел а так здесь все так как то так все привну как бы так даже не знаю как бы так и и сказать как здесь как-то здесь все вот свободно здесь все так обстановка такая знаете все-таки на расслабоне здесь вот смотрите немножко я с машины вам поснимаю это под брюсселем я заехал какой-то магазинчик купить воды попить то есть что-то это без воды поехал и что-то сильно пить захотелось и смотрите но вы знаете у меня такое чувство что в голландии хотя это брусселем бельгия да и все равно мне такое было чувство что в голландию въехал видите тут кто был в голландии или брусселе знает что вот оно похоже бельгии как бы делится на французскую и голландскую часть и как я говорил называется то ли фламандский язык то ли еще какой-то там язык них есть поэтому смотрите в это в этом брюсселе германии немножечко конечно по-другому здесь жизнь кипит брусселе это столица смотрите до дома все классно такое ощущение как будто я на курорт курортный какой-то городок приехал здесь я так понимаю судя по лицам которые вижу людей которых встречаю город очень интернациональный и соответственно видите музыка может быть слышите играет машины здесь весело здесь не скучно можно так сказать да немножко себя сниму на фоне улицы только показываю себя не показываю вообще смотрите какие здесь улицы смотрите как тут все брусселе интересная улица кстати тут типа базарчик или что-то такое эти выкладывают прямо прямо укладывать на улицу удобно продавать продается это все дело и во всех европейских городах так разрешают делать кстати или за это надо платить дополнительно чтобы вот так вот выкладывать на улицу выставлять точнее за пределы помещения а все идем дальше идем дальше снимаем дальше это брюссель напоминаю вам это брюссель столица бельгии здесь говорят на на голландском языке именно в этой части а вообще здесь французский эти приветствует друг друга бибикают вот такая вот улица есть все на самом деле классно гулять видите здесь как я говорил особый колорит здесь есть куча заведений и да и покупки и все что хочешь мне если честно напоминает улицу лептиги айзенбанш трасса чуть-чуть но здесь больше просто товара товара на улицу выставлено у нас на эйзенбанш трассы только фрукты и овощи на улицу выставляют так что здесь и вещи почти как рынок какой-то как у нас как у нас в киеве есть рынок троещинский до так и здесь вот очень классно кто любит разнообразие контрасты конечно приезжайте в бельгию потому что здесь действительно классно здесь интересно кто например например устал от от всего такого знаете однообразного то здесь конечно будет интересно видеть контраст у меня например вот я был в москве там пойдешь на выдвину х везде чисто пойдешь еще куда-то тоже чисто киев приезжаешь на кричатик чисто вот приезжаешь тоже лептик тоже чисто приезжаешь в брюссель сюда я не могу сказать что мне там как-то что-то не нравится мил там наоборот приехав сюда ты понимаешь что в этих городах которые это уж и перечислил чисто иногда даже в эти города которые перечислил мне кажется что чересчур чисто иногда хочется такого что-нибудь такого расслабляющего но в то же время безопасного да и это по ходу дела брюссель кто-то мне вот недавно сказал что ему не очень нравится брюссель мне нравится видите вот такой брюссель так а мне надо спросить момент спросить где тут автовокзал я обожаю таких вот городах в таких вот улицах районах это всегда наличие овощной лавки фрукты овощи я обожаю фрукты обожаю овощи и вот тут видите какое изобилие настоящее так что а тут уже пошла улочка тела такая спокойная таскать теплая так температура здесь не знаю наверно градусов 8 может может 6 рука замерзает снимать сейчас надо будет спросить где же тут автовокзал сейчас прошу быстренько здесь кстати я спрашиваю на немецком немецком не понимает по-русски не понимает английский английском да что-то напутал здесь голландским только что вот вот там пара магазинов назад спросил у человека у продавца где тут автобуса он он мне кстати ну чем могу помочь просил на французском не на голландском так что и и на английском не ответил так что английский здесь если значит английский то здесь все будет будет комфортно так что знаю английский будет здесь классно я себе купил водички полтора литра 8 процентов точнее меня угостил мой вебмастер водой так что идем дальше смотрим дальше наш бруссель такой бруссель я кстати сам не видел я и я был когда-то в брусселе но буду учестен я его не запомнил как-то я этот момент пропустил а сейчас я иду специально снимаю удивляет то что когда пропускаешь на машине пешехода на зебре они благодарят почему-то ну пешеходы благодарят я тоже кстати проходил меня пропустили тоже поблагодарил так идем дальше и смотрим смотрим вон зал сколько хлеба у этих голубей да так мы брусселе напоминаем что я что я брусселе вот это вот прикольные улицы может быть здесь не все в брусселе так посмотрим мне как всегда повезло я попадаю всегда в такие улицы интернациональные где разные народы я люблю когда очень много разных народов потому что даже в том же лейпциге у нас только пару улиц с разными народами а остальные все там так часто спросите тут вокзал и вот я иду под мостом друзья и ветер на будет и это сейчас даже не лето а так чувствуется так что пишите комментариях кто был брусселе напишите кто вы брусселе он смотрите куда это я пришел не знаю я ищу автовокзал на самом деле видите бруссель вот бруссель вам за короткое видео да не знаю сколько видео это займет смотрите небо какое здесь тоже посмотрите там что-то строят вот этот мост поднимешь шел только что так что пишите комментарии обязательно и спасибо за комментарии и вообще спасибо так что я еще не закончил снимать мост еще что сниму посмотрим сил только что женщину где тут фликсбусе на нем хоть и езжу постоянно еду фликсбус она не знала как мне ответить по-английски тоже был но не знала и что-то там вот объясняет туда типа направо но такое то туда направо женщина это что там по-французски пыталась сказать и я мог потренироваться и сказал марси да где я еще могу сказать марси по-французски короче здесь можно голландский тренировать языки французский в брусселе класс да друзья здесь такси черного цвета видите черного цвета и только что я у водителя спросил автобуса а вон фликсбус где тут автобус таких языках он говорит на линии только французский и ничего такое впечатление складывается что все таки бруссель французской говорящей в основном видите такси горит и все черные машины кстати вот этот автобусе они я их не рекламирую но просто кто приедет в европу чтобы знали надо скачать аппликацию и надо может дешевый билет по европе я например с брюсселя до лейпцига сейчас поеду за 35 евро но не сейчас конечно а в 9 вечера но вот поеду по машина полиции видите неприметная кстати я еле заметил что это полицейская машина так что кто хочет попутешествовать по европе знаете что вот это один из бюджетных вариантов передвижения поехали дальше менные здания тоже в брусселе есть видите недалеко от вокзала автор вокзала вот сюда я снимаю знаете что еще здесь друзья вот я заметил и спрашиваю людей где тут свободный вайфай и никто ничего не знает никто ничего мне не может ответить где тут свободный вайфай или не понимают меня только по-французски или не или если понимается не знают вот это вот тоже такой бросается в глаза что никто не знает где тут свободный вайфай мы будем искать какого-нибудь человека который все-таки знает видите опять овощной отдел рай для любого вегана так ищем свободный вайфай я пока мой автобус приедет решил все-таки прогуляться чтобы не стоят одном месте там голубям тут однозначно везет им постоянно кто-то бросает хлеба то есть голуби тут всегда сытые что такое это что-то что ну это я не понимаю что написано друзья вон видите какая-то вот церковь так идем к этой церкви да посмотрим что это такое а то потом напишите что я не показал он церковь прошел мимо так вот показываю вам куда этой церкви он смотрите видите какой домик симпатичный тот симпатичный тот симпатичный кому-то такое нравится кому-то не нравится так что друзья напишите мне кому такие домики нравится пишите в комментариях кому нравится хорошо погнали дальше погнали дальше а друзья вот и нашел церквушки людей здесь поменьше конечно как она называется я не знаю но здесь вот интересно видите беседка чтобы летом это баскетбольное кольцо можно баскетбол погонять там снова беседка в общем тут беседка 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 и вот второе кольцо представляете в брусселе есть место где можно погонять в баскетбол поиграть обалдеть да не даже два вот 2 так а там оборвали поэтому я не увидел то есть по идее было два поля прямо возле этой церквушки интересно здесь да но почему-то людей нет может быть летом здесь большие люди находился больше играют баскетбольчик вообще интересно видите вот так вот здесь интересно и что мне нравится как я говорил видите покрытие такое видите какое покрытие а кстати там тоже видите какое-то здание типа церкви пойдем посмотрим еще вот вот еще какой-то дом тоже какие-то интересные дома и еще вон там и еще вон там краски красота какая я не знаю мне или туда идти или туда идти пойду направо направо потому что мне это здание напоминает здание сансусиев под здами поэтому идем туда пока что жем углу есть фрукты и овощи так что здесь всегда есть что покушать вот этого парадного так все нормально да даже несмотря на эту большую красную ручку все ну вот смотрите какой здесь вход видите да тут входы разные видите тоже кстати редкость разные входы и тут другой такого где я такое еще увижу но тут такой вот такие здесь входы к себе домой ой опять овощной а тут вообще обалденно какой красивый овощной видите вон еще здание видите это уже другой район это кажется другая улица здесь немножечко все по-другому здесь уже меньше людей вот деревья вот такие вот симпатичные вообще вот эта улица симпатичные раз та же самая улица видите домики эти такие интересные один домик второй третий кстати а он там тоже турист что-то снимает краник видите давайте посмотрим если тут вода воды нету краник не работает вот он для чего краник видите вот это засовываешь ногу обтираешь грязь ну и краник если уже хочется смыть помыть свою обувь чтобы парадная не нести и тут видите почти на каждом шагу вот они обтиралки эти для обуви вот еще одна и вон еще одна старинные эти дома так оно и осталось как было раньше русели велосипедные стойки и соответственно вон две деревянные защищает велосипеды чтобы их никто не цеплял классно где такое такого я нигде не видел я смотрите есть польский склеп видите какой-то поляк приехал сюда открыл свой польский склеп типа как русские магазины германии так и здесь брусселе польский магазинчик о смотрите еще велосипедные парковки эти какие уже другие вот так идем дальше вот и дошел до вот этого здания которое увидел издалека видите по кругу трамвая ходит машины ездят вот так оно выглядит что это я не знаю может будет она их не местные нотр-дам так он выглядит пройдусь вокруг него посмотрим 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 что он из себя представляет другой стороны видите что там торчит что-то ради вот вход видите вход в этот их не место и нотр-дам с другой стороны подошел ну вот в общем вот такое вот как и везде все церкви по сути у них у всех один принцип большие красивые расписные и видно их издалека эти вот какие-то две белые палки наверно флаги там должны быть вот еще здесь поворот но здесь эти меньше людей меньше людей хотя сейчас два часа дня друзья я одел капюшон потому что уже холодно руки замерзает вам эту церковь показал там еще вторая есть вторую вам показать которая в другую сторону сейчас два часа у меня в 9 автобус вечера так я вам я думаю вы сейчас все дружно сказали да покажи хорошо давайте пойдем в другую сторону мы посмотрим тут церковь но я этим путем уже больше не пойду я пойду уже вот этим путем немножечко буду по-другому идти чтобы более другие места увидеть я напоминаю что мы идем по брюсселю город брюссель смотрите видите разные бутылки бросать белые коричневые зеленые и и мы смотрим этот город детали смотрим вплоть до того какое полотно внизу магазины и люди здания всякие нюансы то чего нет других странах то чего нет других городах то что здесь впервые так что смотрим идем дальше русили обычный перекресток просто я вот эту одежду я не видел магазину где спецодержа продается вот так вот прямо в открытую не трудно не заметить какое-то здание вот это вот непонятно что задание и вот все вы увидите так это еще раз со стороны этого нотр-дама он видите два человека я пальцем не хочу показывать штрафники они ходят проверяют наличие оплаченной парковки и штрафуют так сказать вручную до напоминаю что мне уже в комментариях про видео про москву сказали что так не делают это не мод находить а месяц какой-то какой-то автомобиль с камерой и уже проверяет я так понял через компьютер оплаченная парковка или нет а если не оплачено приходит штраф вот так что здесь такого нету я нигде не видел такого в европе крайней мере здесь еще видите вручную это все делают и какой здесь трамвай я правда на трамвай не поеду но вот видите как выглядит трамваи в брусселе по такой двухвагонный ведь они как и как и везде постоянно другие я заметил одинаковых трамваев и нигде никогда не видел бордюр или как говорят в питере поребрик какой-то полосатый есть немножечко другой чем обычно чем везде в брусселе также в брусселе видите основание на чем знаки держатся тоже такое ребристое тоже я такого нигде не видел напоминаю в брусселе видите и такие здания тут тоже есть эти трамвай другой проехал тоже так что идем дальше а кого ты мы подошли уже то что мы искали с вами друзья вот я зашел до этого места все таки которая хотел вам показать я думаю вы бы что за льда покажи вот вам показываю вторую церковь которую есть далека увидел я надеюсь что это она вот здесь она находится вот здесь улицы кто может был брюсселе или живет вот он все это ему это все знакомо вот здание смотрите вот кто хоть какое-то понимание хочет иметь насчет брюсселя вот карта района кто любит карты района да смотрите и вот здесь написано все также как и здесь я не не особо люблю смотреть карты и что находится потому что во первых я не знаю что да да вот допустим вот эта церковь не знаю кому но там святому там какому-то павлу или еще кому-то называется и посмотрите там долей красиво да картинка видите это какая-то площадь там красиво высаженные и деревья и все красиво и летом и думаю здесь также красиво а вон видите сосуд для воды наверное давайте его бокал а бокал пойдем посмотрим поближе к тому бокалу покажу вам еще немножко дома значит интернет я так и не нашел где тут бесплатный интернет и спросить кстати как статистика бывает знаешь видишь человека и думаешь ну вот он наверное знает и и и те люди где я бы предположил что знает почему-то мне не попадаются обычно я сразу вижу там студенты или вот кстати с ребенком пойду спрошу не девушка с ребенком спасибо ей так я и думал она сказала где сказала за вот этой церкви направо там гречу какая-то достопримечательность брюсселя там какая-то кафешка и там есть бесплатный интернет так что я смогу видео сразу загрузить как раз уже мы подошли к этому бокалу это какие-то столики деревянные спалет сбили и здесь какие-то даже растения росли видите как интересно здесь красиво видите все таки я нет нет туда начал как обычно не с той стороны и брусселя потому что даже та сторона брусселя которая начала она может быть не всем уж нравится но зато я знаю что вот это все что сейчас снимаю вот вот это где там здесь красиво и сейчас красиво нравится намного больше да чем вот это мои овощные магазины вечная митки издания красивые и справа красивые и слева красивые так мы пришли к этому бокалу это походу какой-то известный бокал значит большом виде правда бокал для чего бокал бокал предназначен для того чтобы из него пить воду если кто-то из бокала пьет другие напитки то он использует его не по назначению бокал нужен для того чтобы пить воду виде там люди какие-то на нем нарисованные они там обнимаются или борются или облепили этот бокал так смотрим дальше смотрите там парк я так полагаю тут еще пару зданий и все нет наверное буду разворачиваться и пойду все-таки вот смотрите это здание тоже напоминает мечеть чуть-чуть закручено такое воль в общем я разворачиваюсь и пойду найду тот бесплатный интернет у меня в принципе на телефоне есть но мне не хватит трафика чтобы загрузить видео так что мне надо пойти тот найти ну понятно да купить себе талончик чтобы припарковал машину и купил себе талончик так что все это понятно везде но почти все одинаково пить и круговое движение туда улице идет туда видите красиво все такое уютное здесь все такое красивое здесь видите это для велосипедов я так понимаю парковать велосипед свой типа гаража балкончики видите маленькие я пару балконов увидел думал что это мне показалось но нет они все тут по полметра балкончик такие маленькие компактные балкончики что с левой стороны что с правой стороны видите какие балкончики маленькие и вот гаражик машина видите здесь много машин действительно потесны гараж вы посмотрите он он примерно даже такой маленький я напоминаю что в капюшоне потому что холодно рукам холодно смотрите какой вход интересный да что классно в брусселе что тут тоже что смайлик нарисовал что тоже все такое разное ничего такого однотипного нету что здание разные что двери все все такое все другое все не одинаковое каждый раз что-то делали по-другому так что в брусселе все вот так вот нельзя сравнивать с берлином где тоже все разное но тут вот как-то еще по-другому вам надо чтобы понять всю эту разницу посетить вообще и берлин и бруссель и все это интересно по-своему даже такие вещи не будем сравнивать да какой город лучше они все красивые на самом деле смотрите да вон какое-то здание здорово и уже просвечивается видите сейчас идем туда я так вижу у меня осталось еще памяти на 10 минут так что надо прорвать быстренько трансляцию ты еще не был да видите я так полагаю это для или парковка или трамвай оттуда выезжает где по трамвай на наверно он иду тому зданию ну так гляньте что вот здесь происходит интересно да какой большой карандаш нарисовал эти стрелки вот друзья мы находимся на вот этой площади которую надо показать вам это какая-то известная площадь название я не знаю как она называется и начну я конечно же с вот этой вот скульптуру интересной альфред дырве какой-то женщина с коровой а и дядя внизу какой-то с бородой это год наверное известный местный деятель здесь какие-то видите все здания симпатичные все здесь симпатично и наконец-то я вам покажу само это здание основное вот она видите оно действительно красиво оно наверное действительно известное заходить вовнутрь я не буду я вообще-то ищу интернет свободный со свободным доступом так что вы теперь увидели несколько достопримечательностей которые наверное известны и очень и теперь можете приехать и заранее там посмотреть что не означало строите видите произведение искусства ослик вот можете теперь сами приехать и уже подготовиться заранее потому что некоторые пишут в комментариях матчасть неподготовленный приезжает и рассказывает то о чем он не знает действительно я ничего этого не знаю кстати вот что я заметил о теннис настольный пинг-понг вот что я заметил в брюсселе и в бельгии не готовятся так действительно к рождеству как это делают германии так что действительно если хотите увидеть сказочное рождество приезжайте обязательно в германию потому что в германии действительно классно рождество проходят красиво ладно зайду вовнутрь посмотрю что там там видели такую пепельницу прямо перед входом в здание пепельница внизу называется так смотрим что здесь такое сейчас откроем закрыта до закрыта пить и здание закрыта я туда не попал иду дальше теле почтовый ящик засунул письмо крышечка не закрылась письмо лежит вот улица да вот это мне нравится и никто не берет никому она не надо его письмо его почта знаете что я заметил кстати иду по брусселю и все-таки начинаю вспоминать германию то что когда германии находится начинаешь об этом забывать что в германии все-таки с интернетом бесплатным получше со свободным бесплатным интернетом для туристов тут же для туристов я так полагаю с интернетом совсем совсем не очень так или я может быть чего-то просто не знаю что знают другие вот и все друзья на этом был брюссель я вам показал конечно не все уже и вечер даже наступил вообще когда холода так и снимать даже не удобно так что следующий раз сниму получше на этом я с вами прощаюсь но не навсегда надеюсь что вам понравился ролик так что вы подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте лайки нажимайте колокольчик чтобы получить уведомление о новом видео и пишите комментарии все пока я вас люблю давайте видите мусор бруссельском не аэропорт а этот жд вокзал зеленый цвет это бутылки стекло тут папир бумага бест и бест это я так понимаю а здесь тут кто с каких-нибудь этих с макдональдса вышел ну а сюда видите упаковки разные пластик железные баночки и соответственно эти кульки такого же цвета классно вот так вот никогда такого не видел его правда все друзья на этом все теперь точно люблю вас пока